Всем добрый вечер, Геннадьевич. Хочу поблагодарить Вас за Вашу деятельность. Спасибо, что так вот разумный человек, очень глубокий, и слушатель лекции. Это сложно слушать кого-то, когда ты сам разумный. У меня такой вопрос к вопросу невежественного проведения. Я по отношению к женщине встретил женщину год назад. У меня просто глобальное изменение произошло, и я заново набрал Бога, и я очень сильно поменялся. Я понял, что очень много в жизни грешил, ношение женщины немного эксплуатировал женскую природу, за что, соответственно, поплатился. Но у меня такая ситуация, я понимаю, что я с этой женщиной потом отрабатываю, если свою карму. Но в том числе я понимаю, что это для меня очень большой вызов. Я в свое время этот вызов принял, и начал заново себя обретать. Но у меня такая проблема, и я понимаю, что я неправильно реагирую на невежественное поведение своей женщины. То есть я фактически, ну, даже вообще не реагирую, да? То есть какая-то... Я понимаю, что я проявляю слабость. Нереагирование на поведение женщины — это не слабость. Это признак силы и разума. Когда женщина ведет себя неправильно, мужчина не реагирует, спокойно относится. Это признак силы, не слабости. И разума. А вот если он реагирует на ее поведение, вот это уже признак слабости. Ну, я понимаю, что она совершает просто невежественные поступки, да? Ну, в том числе для себя. Я понимаю, что я должен проявлять заботу о ней, да? Ну, а как вы будете заботиться, если она отвергает эту заботу? Это невозможно. Чтобы заботиться, нужно, чтобы человек принимал. Но вы как бы... Вы сами чувствуете ответственность за нее. Ну, да, я как бы... Но она не принимает вашу ответственность. Что делать? Наблюдать. Наблюдать. Надо понять, что часто зависимость мешает. Помочь человеку. Она... Ну, как всякая женщина, она когда видит... Ну, когда женщина видит очень сильную зависимость мужчины по отношению к себе, она не перестает его правильно оценивать. Она воспринимает его как слабого человека. Хотя это иллюзия. Ну, то есть, вы чувствуете заботу, ну, как бы, когда мужчина любит, он так же в эту любовь, если это мужчина разумный, в эту любовь входит так же и забота, и защита женщины. Ну, как бы, важнее здесь показать ей вашу силу, ну, как бы, не независимость, а независимость в хорошем смысле. Ну, что вы, как бы, остаетесь самодостаточным и с ней, и без нее. Для этого нужно учиться строить отношения с Богом уже, а не с человеком. И тогда она вас оценит. Сейчас главная проблема, что она вас не ценит в этом проблеме. И так как она не ценит, она поэтому и не нуждается в вашей опеке. Но при этом, с другой стороны, как я чувствую, вот вашу нить, вот эту связь, она пользуется все-таки в какой-то степени вашей заботой. Ну, да, у нее бывает, она даже благодарит за то, что я как бы... Ну, то есть, она ценит ваше присутствие, но при этом не уважает вас, потому что вы не справились в отношениях с ней. Мужчина, который теряет себя в отношениях с женщиной, не может быть рядом с ней, потому что таковы законы Бога. Мужчина должен быть сильнее в привязанности к женщине, он должен больше привязан быть к Богу. И тогда это благость уже. Но когда привязанность к женщине сильнее, это страсть, и это означает, что близких отношений быть не может. Близкие отношения не всегда находятся в благости. То есть, благость означает, что ты помогаешь человеку, но при этом не зависишь от него. Ну, то есть, ты не впадаешь в зависимость. Но если вы впадаете в зависимость, то она не будет ценить. Ну, я это уже помню, да, я как раз работаю над этим, я чувствую, как сила моя растет. Все, вот. Ваша сила растет, будет расти ее уважение. Ну, вот, по поводу невежественных поступков, то есть, они не реагируют на это никаким образом, или все-таки строгость каким-то образом. Есть разные поступки. Если это измены, то и у вас близкие отношения, то надо дистанцироваться. То есть, невежественные, ну, как бы, что называть невежественными поступками? Если предательство, измена означает дистанция всегда. То есть, если вы попустительствуете, во-первых, теряете себя, во-вторых, теряете ее по-любому. Ну, то есть, никогда не надо позволять близкому человеку совершать предательство. Ну, я это понимаю. Например, да, то есть, она может сказать, этот мужчина мой друг, да, это до 3 часов ночи, она просидеть с ним, я понимаю, что он там открывает душу, да, ему. Она очень необразованная с точки зрения отношений между мужчиной и женщиной. И в этом проблема. Вот тема сегодняшней лекции. Ну, то если мы позволяем себе близкие отношения, близкие, очень глубокие отношения с человеком, который находится в страсти или в невежестве, дальше страдания. Ну, то есть, одно дело, забота. Мы можем выполнять свой долг, но если мы хотим откровений, близости, а человек, ну, как бы не понимает, что такое верность, а это означает невежество, то тогда никакого откровения быть не может. Ну, то есть, вам надо понять, что вы переоцениваете этого человека. Она имеет многие хорошие, очень чистые качества, но при этом она очень глупа в других вопросах, которых вы сильны. Но для того, чтобы ее в этом воспитывать, она должна быть подчиненная вам. Но человек, женщина, которая имеет склонность дружить с многими мужчинами, она, в принципе, не может быть никому подчинена, потому что эта женщина не находится в благости, ее разум очень слаб. Женский разум укрепляется в результате того, что она подчиняет себя одному мужчине. Если женщина не подчиняет себя одному мужчине, ее разум не может быть сильным. Она очень слаба, потому что природа женщины — это привязанность. Женщина всегда живет привязанностью. Но если женщина привязывается сразу к многим мужчинам, она не может быть устойчива в жизни и не может иметь сильный разум. Вы путаете разум с умом. То есть у нее чистый ум. Она очень чисто, светло видит мир. Но это не разум. Это просто восприятие мира. Это как благочестие с прошлого. Но разум означает правильное поведение. Можно брать ответственность только за благостного человека. В полной степени. Если человек ведет себя невежественно, это ответственность губительна. Ну представьте, вы, допустим, взяли ответственность за человека, который хочет кого-нибудь поубивать. Какой результат? Вы деградируете. Потому что он выполняет свои желания, а вы ничего не можете с этим сделать. Поэтому подумайте, стоит ли вам за нее брать ответственность. Вот в чем вопрос. Ну я могу хотя бы как раз проявить свой характер, да, в плане того, что показать ей какие-то вопросы, что она ведет себя невежественно, проявить строгость. Если она захочет. Но мужчина не является, ну как бы, не является таким, безусловно, доминирующим фактором в отношении к женщине. Все зависит от ее желания. Вот я никогда не навязываю своих наставлений по отношению даже к своей жене, которая всегда была верна мне всю жизнь. Я никогда не навязываю, потому что я знаю, что она может принять мои наставления, а может нет. Ну то есть у ней принятие, непринятие, это означает и возможности женщины. Ее возможности очень слабые по отношению к вам. Она очень сильно привержена своим желаниям жить своей жизнью и очень сильно привязана к тому счастью, которое она хочет испытывать. А она хочет испытывать счастье далеко не благостное. Вот в чем проблема. Поэтому контролировать такую женщину просто невозможно. Помощь это означает контроль. То есть вы не можете как-то по-другому ей помочь. Можете женщине, можно помочь, если ей объяснять, что-то советовать. Но если она хочет слушать, эта женщина вас слушать не хочет. Она вами хочет только пользоваться. Все. Она от вас зависит, она зависима от вашего благородства. Но отнюдь не от вашего разума. Это хитрая позиция. Ну то есть, я думаю, что очень скоро вы поставите грань, ну такой вопрос ребром в отношениях с этим человеком. И я думаю, что она не выберет в этом ребре вас. Но я готов к другому развитию, потому что то принятие... Этот человек является не доброй судьбой в вашей жизни, а злой. Злая судьба иногда имеет сладкий вкус. И она вас приведет к другой жене очень разумной, доброй. То есть ваша судьба, когда вы духовно разовьетесь, вам даст другого человека. Это мой вывод из всех этих бесед, которые я сейчас с вами веду. Я смотрю на вашу судьбу и вижу, что этот человек не достоин быть вашей женой. Хоть вы, вам это очень трудно принять сейчас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok